здравствуйте дорогие зрители и в дополнение к своему видео о школе я хотела бы снять небольшое видео о том какие во франции учебники немного о тетради значит как я уже говорила мой ребенок учится сейчас в колледже 6 класс я бы хотела показать учебники например вот учебник по истории географии у них большого формата учебники история географии них в одном учебнике это одна дисциплина мне например это нравится некоторым не нравится то есть география та географии история эта история но с другой стороны география очень тесно переплетается с историей вот история с географией поэтому на мой взгляд это разумно вот у них такие если вам видно интересно учебники очень много картинок даже вот мне интересно полистать посмотреть если у нас в учебниках в основном текст у них очень много информации на визуализацию то есть на картинке и дети лучше запоминают это вот он довольно таки толстый большого формата потом следующий идет у нас учебник свт свт это наука жизнь земля переводе наверное это такая же дисциплина как у нас человек и мир то есть здесь про природу но может быть у нас называется наверное скорее всего биология много про природу про животных окружающую среду очень много фотографий то есть учебники довольно таки интересны если вам предстоит переехать во францию с ребенком то конечно я бы советовала позаниматься с ним французском до переезда во францию и найти такого учителя который бы с ним продолжал бы заниматься уроками по skype то здесь учителя стоит достаточно дорого французского языка и существует сложность с постоянным бесконечным передвижением ребенка и вас вы должны вы будете туда отвозить к учителю чтобы он занимался это все время а так дома в домашней обстановке ребенок просто включит компьютер соединиться с учителем по skype это как минимум два раза будет вам дешевле платить оплата может быть сейчас нет проблем через интернет причисление на пластиковую карточку то есть такие вот значит нам показала историю географии наука жизни и земля учебник английского языка английский язык в принципе здесь достаточно простой потому что мой ребенок беларуси был в спецклассе по английскому языку когда они здесь вот изучают такие вещи как просто школьные принадлежности названия или то есть они не учат темы как у нас там моя семья моя школа мой город моя страна всем они не учат у них все построено на диалогах на разговорной речи много тоже картинок но на данном этапе английский такой скудноватый еще мой ребенок учит 2 язык начал учить 2 язык но это было по желанию в колледже немецкий дети могут учить начинать язык уже с по моему 4 класса или 3 вот не помню точно 2 язык но те кто пожелал изучать сразу 6 класса в колледже может изучать то есть мы изъявили желание учить немецкий у них еще был на выбор испанский по моему итальянский у тебя не помню точно так начнем показала английский историю географии наука жизнь и земля и вот например такой толстоват учебник язык французского языка вот на нем написано 6 вот здесь открывается когда первая страничка бложечка здесь глаголы и споряжение я бы вам посоветовала что когда вы приедете во францию купить книжечку которая называется конджегизон вот это вот издание в принципе мне больше нравится называется лег он же гизон здесь даны все глаголы и их споряжение то есть например если мы открываем глагол например глагол м любить то есть здесь дано сразу во всех временах не знаю видно вам не видно то есть вот это полностью вся страничка вот это вот все полностью страничка это один глагол во всех временах со всеми окончаниями то есть вы открываете нужную вам страничку и смотрите как он пишется как он произносит произношение тут конечно нету вы должны уже будете читать это все сами но очень удобно такое же кстати приложение можно сказать скачать на системе android если она у вас есть на айфонах и не знаю там по-другому у меня система android поэтому я скачала себе на телефон тоже из play market а называется лёк он же гизон вот дальше я бы хотела вам рассказать чуть-чуть о художественной школе мой ребенок беларуси занимался в художественной школе хотел бы продолжать здесь также рисовать когда мы приехали мы проживаем на юге франции в городе консер мэр и в принципе франции знаменит тем что здесь много художников таких матис ренуар были пабло пикассо у нас недалеко в городе антибу музей его вот и я думала что здесь очень много художественных школ но мы пока нашли только в ницце одну но до этого в консер мэрии есть такой культурный центр куда я пришла и спросила где бы мой ребенок мог заниматься рисованием нам посоветовали только один вариант в консер мэрии это в крепости гриманди у нас на горе находится крепость я потом вам следующих видео сниму покажу город отдельно наш и в этой крепости гриманди есть мини 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 школа художественная где один учитель всего лишь и все это удовольствие естественно платно и стоит она приблизительно 400 евро в год но ваш ребенок ходит только по средам потому что дети в школах учатся в некоторых школах вообще не учатся в среду но вот нашей школе у нас у детей учились до обеда потому что среда является днем для занятия в кружках различных секциях и некоторые мамы которые имеют малолетних детей тоже имеют право на выходной день в среду потому что для того чтобы у них была возможность отвести детей в секцию или какой-то кружок и вот мой ребенок ходил эту ходу художественную школу он приходил садился за мольберт учитель ему в принципе объяснял совсем чуть-чуть но он фактически занимался сам собой то есть также если бы он сидел дома и что-нибудь рисовал поэтому он полгода походил доходил этот год потому что мы в эту художественную школу его определили не сразу потому что он должен был подучить язык еще раз повторюсь здесь мы во франции уже два года и мы его забрали он сказал мама мнение интересно потому что в принципе он со мной не занимается я могу также рисовать и дом вот и в итоге ребенок рисует дома но впоследствии так думаю что мы все-таки его дадим художественную школу в ницце я посмотрел на интернет сайте это стоит всего лишь 75 евро в год то есть это совсем немного для года по сравнению с ценой который в нашем городе 400 евро это достаточно дорого за такие занятия а вот но вот принципе я сняла небольшое видео еще в дополнение и хотела бы забыла сказать хотела бы сказать еще о том что существует сложность у них тетради нету в колледже они носят такие классеры такие папки где они например первый листик написано география так и туда подшиваются отдельно покупаются листики сразу проколоты где подшивается работа их там контрольные возможности различные распечатки вставляются файл подшиваются может быть это где-то и удобно воспринимать такой большой объем сразу визуально но но иногда он таскает таких вот 45 папок они должны влезть в портфель и это все груз я бы еще хотела посоветовать мамам которые переезжают сюда с детьми купить ручки карандаши какие-то тетрадки для черновичков лучше у нас белоруссии россии украине кто откуда приехал или собирается приехать потому что здесь это все стоит достаточно дорого можно на распродаже конечно купить дешевле но лучше приобрести такие мелочи у нас клей ластик чтобы стирать простой карандаш простые те же карандаши альбомы для рисования то есть много вещей которые тут в принципе дороже стоят и если вам нет такой трудности вы можете это взять все с собой также я еще взяла с собой много очень книг на русском языке потому что ребенку чтобы почитать ему необходим пока необходимы пока книги на русском языке поэтому у нас книги на полках стоят и он их потихонечку перечитывает читает и ему в принципе это нравится но если какие-то будут вопросы вы пожалуйста спрашивайте задавайте в комментариях под видео нажимайте на кнопочку подписаться под моим видео ставьте лайки и всего доброго до новых встреч пока пока